МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49. В студии Мария Левина. И смотрите сегодня. Как новый начальный главка МВД намерен бороться с коррупцией в Новосибирске и как оценивают криминальную обстановку в регионе? Суд оправдал директора оперного театра Бориса Мездрича. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. День зарисовок. Что делают художники, когда собираются вместе? А теперь подробнее об этих и других событиях. Новый начальник главного управления МВД России по Новосибирской области держит дома послушного кота и любит рыбалку. Еще он известен как ярый борец с коррупцией, а также разгильдяйством среди своих сотрудников. О том, какими методами генерал намерен улучшать криминальную обстановку в нашем регионе, расскажет Александр Булдаков. Генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов. В новой должности всего 10 дней. Но уже успел составить некоторые представления о работе новосибирских подразделений. Но общение с сотрудниками, с непосредственными исполнителями, но это общался с оперуполномочными, с отследователями, с участковыми, с дежурной частью, с оперативными дежурными, с сержантами и офицерами. В принципе, показало, что нам действительно предстоит сделать много. Новосибирск по ведомственной оценке МВД России находится на 31 месте. Вне так называемой зоны критики. Но только не для Юрия Стерликова. Он намерен совместными усилиями исправить эту ситуацию, естественно, к лучшему. Генерал приводит пример. Когда он пять лет назад пришел начальником главка в Самарскую область, она была на 78 месте в этом рейтинге. Сегодня на 13. Здесь, в Новосибирской области, начальник главного управления намерен проводить ту же работу. Пока оперативно-служебную деятельность начальников отделов и руководителей среднего звена он оценил ниже среднего. Элементарная работа, которая по организации раскрытия преступления. У меня такое ощущение, что то, что нам дают азы в школе милиции, или даются и сейчас, и раньше давались, но про них просто забыли, и мы работаем с колес. Поэтому, наверное, большинство, ну не большинство, а большая часть преступлений, это больше половины, наверное, от числа совершенных, остаются нераскрытыми. В течение пары месяцев генерал Стерликов планирует посетить все территориальные подразделения полиции Новосибирской области. После проверки их работоспособности выявить и распрощаться с теми сотрудниками, которые не хотят выполнять приказы Министерства внутренних дел, то есть, по сути, свои прямые должностные обязанности. Какая бы кадровая ситуация тяжелая ни была, но лучше у меня будет меньше сотрудников, но те, которые будут делать, чем у меня будут те сотрудники, которые, ну, как говорят, лоботрясы, да, мягко сказать. Мне такие не нужны. И то же самое касается руководителей. А вот условия работы участковых у полномоченных полиции начальник главка намерен улучшить. То есть, хотя бы выбить отдельные помещения для приема граждан во всех районах. Из своих приоритетов в работе Стерликов считает не только борьбу с коррупцией, но и с воровством, угоном автомобилей и наркоторговлей в крупных размерах. А главная задача, которую он ставит перед органами внутренних дел, для преступников должна звучать угрожающе. Каждое преступление, совершенное в Новосибирской области, должно быть раскрыто. А вот какими принципами генерал руководствуется сам. Кредо-то одно о том, что делай для людей так, как делаешь для себя. Понимаете, если ты хочешь, чтобы тебе относились нормально и оценивали твою работу нормально, значит, ты должен сделать так, как хотел бы сам. А принцип один еще, если принцип уже говорить о том, что все должно быть честно и правильно. Еще одно новшество в работе начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области касается обращений граждан. Все обращения, поступившие по телефону доверия или через сайт, главка, связанная с деятельностью органов внутренних дел, генерал обещает рассматривать лично. Опыт такой работы у него есть. А видимые результаты в борьбе с преступностью и нарушениями правопорядка Юрий Стерликов надеется получить уже через год. Что ж, мы об этом обязательно расскажем. Глава региона потребовал ускорить создание программы оснащения магистралей фото-видеофиксации. По данным пресс-службы правительства, сегодня в регионе 33 стационарных комплексов фотофиксаций, нарушений и 47 передвижных систем. В ближайшее время начнут работать еще 40 передвижных комплексов «Арена». В планах на этот год оснастить три аварийных перекрестка Новосибирска. Это Каменская магистраль «Военная», Гоголя, Красный проспект и Берское шоссе с улицей Строителей. И к другим темам. Областные органы госвласти могут пересмотреть сотрудничество с некоторыми банками, которые не взаимодействуют с судебными приставами. Об этом сообщили в областном правительстве. В частности, речь идет о перечислении заработной платы чиновникам. По словам министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, списки таких кредитных организаций будут направлены во все областные органы исполнительной власти. Как показал мониторинг 59 банков, лишь 32 из них организовали информационное взаимодействие с органами исполнительной власти. В хирургической клинике областной больницы за 2014 год пролечилось более 23 тысяч человек. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. Стоит отметить, что в клинике внедрили новую технологию – коррекцию открытого артериального протока у новорожденных, что позволило отказаться от транспортировок таких пациентов в клинику Мишалкина. И к другим темам четырех сотрудников Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Указом президента России наградили за заслуги в борьбе с лихорадкой Эбола. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Заведующий лабораторией отдел удостоен орденом дружбы. Старшие научные сотрудники центра получили медали ордена за заслуги перед Отечеством. К такой же награде представлен заведующий лабораторией «Вектора» Артемий Сергеев. Судебное разбирательство по делу в отношении директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича прекращено. Суд также оправдал и режиссера нашумевшего спектакля «Тангейзер» Тимофея Кулябина. Все подробности из зала суда далее в нашем выпуске. Судебное прение вокруг постановки «Тангейзера» во вторник практически балансировали на грани, за которой заканчивается светский суд и начинается богословская дискуссия. Напомним, что режиссера Тимофея Кулябина и директора оперного театра Бориса Мездрича прокуратура с подачей митрополита Новосибирского и Бердского Тихона обвинила в осквернении образа «Ни много, ни мало» и «Иисуса Христа». Сторона обвинения пыталась настоять на своем, пригласив в зал суда автора экспертного заключения «Протеерея» Бориса Пивоварова и члены гильдии искусствоведов Марину Бусик-Трофимук, которая была возмущена тем, насколько режиссер вольно обошелся с Вагнером. «Сама по себе провокация, знаете, такая странная, вот она немножко тоже не совсем нормальная, потому что, ну зачем тогда вы ставите оригинал вагнеровский? Вот Вагнер делает так, а я вот любимый так». Сторона защиты призвала в помощь искусствоведов и специалистов в области религии, преподавателей МГУ и РГГУ. По мнению доцента Российского государственного гуманитарного университета Бориса Фаликова, в Тангейзере Кулябина не содержится ничего оскорбительного, а образ Христа, использованный автором постановки, не имеет ничего общего с каноническим евангельским. «Фильм «Грот Венеры», который снимает его герой, режиссер Кангейзер, является творческим вымыслом последним, в то время как сам он является плодом воображения режиссера Кулябина. Поэтому образ Христа на сцене Новосибирского театра оперы и балет не только не имеет ничего общего с Христом Евангельским, он дважды извлечен из религиозного контекста». Тимофей Кулябин в своем спектакле показал непростые отношения между религией и искусством, заметил доцент Московского государственного университета Владимир Винокуров и добавил, что сам факт суда над режиссером и директором театра демонстрирует религиозное и эстетическое невежество. «Все идеи Вагнера построены вокруг проблемы, которые имеют и религиозное прочтение. Это борьба человека между чувственностью и духовностью. Вот душа человека, она распита между двумя этими полицами. В этом, как бы, это стержень творчества Вагнера. Эта проблема, она имеет и религиозное значение, без сомнений. Но религия будет решать ее своими методами, Вагнер своими. Вагнер показывает трагедию прежде всего человека, пусть даже героя». Постановка Кулябина – это история о чересчур смелом режиссере, который бросил вызов обществу, сняв скандальный фильм о Христе, и поплатился за свой циничный подход, настаивали эксперты. Судебные заседания по Тангейзеру продолжались в общей сложности с перерывами около девяти часов. Доводы защиты показались судья Екатерине Сорокиной более убедительными. В результате суд оправдал и Тимофея Кулябина, и Бориса Мездрича. В Каргатском районе произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. По данным МВД по региону на трассе Новосибирск-Омск, в лобовую столкнулись Тойота Калдина и Тойота Спринтер. Сотрудники полиции выясняют причины трагедии. И еще об одном происшествии. 10 марта в трех километрах западнее посадочной площадки Барлак совершил вынужденную посадку вертолет Робинсон-44. В результате падения на правый бок вертолет получил повреждения несущих винтов и хвостовой балки. К счастью, пилот не пострадал. Предположительно, причиной ЧП стало обледенение воздушного судна. Новосибирская транспортная прокуратура сообщила, что сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудники Новосибирской таможни изъяли 6 пакетов с сильнейшим синтетическим наркотиком из Китая весом почти 2 килограмма. Это около 20 тысяч разовых доз. Метилофедрон – синтетический наркотик обладает сильнейшим психотропным и токсическим действием. После нескольких месяцев его употребления происходит необратимое поражение сердечной мышцы, появляются галлюцинации, бредовые состояния, паранойя, наступает слабоумие, нарушается речь. По данным пресс-службы, возбуждены уголовные дела. Наркокурьерам грозит от 15 до 20 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей. НГУ вошел в сотню мирового рейтинга вузов по версии Международного совета ученых и занял 43 место. По сравнению с прошлым годом вуз значительно улучшил свою позицию в рейтинге. В 2014 году он находился на 217 месте. Только один российский университет обогнал НГУ – Московский университет имени Ломоносова. Он занимает 37-ю строчку. Кроме того, в пресс-службе НГУ сообщили, что вуз получил наивысшую оценку в категории «Академический рейтинг», став по этому параметру лучшим в России. Через несколько секунд расскажем, как в нашем городе художники организовали День зарисовок, а также расскажем, что нового произошло в Новосибирском зоопарке. В Новосибирском зоопарке начинается самое прекрасное время, время, когда можно наблюдать за первыми шагами, играми детенышей и многих интересных обитателей. Внутри павильонов установили видеокамеры. Так вновь стала мамой белая тигрица. А месяц назад в семействе ягуаров родился малыш. Сейчас он уже выходит из укрытия. В конце февраля три детеныша родились у самых крупных грызунов на планете и в семье Капибар. Также принесли потомство и горные свинки Мока. За ними особенно любят наблюдать дети. Посмотреть, как мама ухаживает за своими детенышами, можно уже сейчас. Отметили в Новосибирском зоопарке. Европейская традиция добралась до Новосибирска. Так называемый «скетч-дэй», что переводится как «день зарисовок». Нередкость для западных стран Москвы и Петербурга. Это день, когда художники, любители или профессионалы собираются вместе. Они делают зарисовки и обмениваются идеями. Теперь такие мероприятия стали проходить и в нашем городе. На одной из встреч побывала Оксана Пугачева. Профессиональные художники и любители под одной крышей. В Новосибирске набирают обороты движения «скетч-дэй» или попросту «день зарисовок». Название передает суть мероприятиям. Все, кому интересно художественным искусством, собираются и творят. Реализовать то, что так популярно на Западе, решила группа творческой молодежи. Первая, наверное, основополагающая цель к присоединению скетч-дэй это было создать общее движение у новосибирских художников. Подобные движения были созданы в Питере, в Москве, во многих художественных центрах. И в Новосибирске такого нет. И художники развиваются сами. И при совместной встрече рост их личный увеличивается, скорость в разы. Пробный скетч-дэй прошел в конце декабря и собрал порядка 30 участников. Тогда было решено развивать эту идею. На встречах рады всем желающим вне зависимости от возраста и навыков. Александр хочет стать, как сам говорит, крутым художником. А заммастерства учился полтора года. На встречах ищет помощь и поддержку профессионалов. С детства хотел делать компьютерные игры и думал, что программистом быть веселее всего. Пошел учиться на программиста, понял, что это далеко не так. Но сейчас уже шесть лет тратить, по моему мнению, достаточно много. Никита Райзвих занимается каллиграфией, разрабатывает вывески, логотипы. Обучался этому направлению самостоятельно. Говорит, заказов хватает, есть даже зарубежные проекты. Но на идею еженедельных встреч откликнулся с удовольствием. Чтобы не вариться в собственном соку. То есть, когда сидишь у себя в мастерской, делаешь-делаешь стол и очень много каких-то одинаковых результатов. Здесь можно кто-то что-то посоветует. Кстати, здесь художники рисуют и не в стол. При желании можно выставить свою работу на оценку в группу Sketch Day в социальной сети. Мы ждем в силах каждого. При этом собираемся мы каждую неделю в воскресенье в час дня в разных частях города. Ну, обычно по линии метро. Мы собираемся проводить, допустим, мастер-классы, в будущем приглашать каких-то серьезных художников, деятелей и общаться еще с ними. Сейчас главная проблема творческой молодежи это свое помещение. Пока приходится договариваться с кафетериями, книжными магазинами или лофтами. Ребята признаются, но очень хочется поддержки от властей, ведь наверняка в нашем городе есть невостребованные помещения. Если будет своя площадка, то можно будет проводить подобные встречи для фотографов, дизайнеров, танцоров и других творческих людей. Коих в Новосибирске достаточно. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Ваши мы ждем по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok